19 февраля во Владикавказе прошел очередной митинг против выброса вредных веществ с заводом электроцинк. На этот раз его участники приняли обращение к международным экологическим организациям с призывом о содействии и прекращении деятельности завода. Это все мы хотим сделать именно потому, что идет игнорирование наших обращений, наших митингов, наших пикетов, как будто нас нет, как будто вообще и Владикавказ, и Осетия находятся вне России. Мы получаем отписки на наши обращения. Такой завод не может наработать, это ненормально. Это открытое убийство. Это открытое убийство, обозначенное как на производство. Какая разница, тебе подсыпали яд в пищу или отравили через воздух? Какая разница? На мероприятие пришли около 50 человек, хотя было заявлено 200. Стоит отметить, что за несколько дней до митинга в правительстве Северной Осетии прошло совещание с участием гендиректора УГМК Андрея Казицына, чьим подведомственным предприятием является «Электроцинк». Он признает, что завод является главным переработчиком сернистого сырья в регионе, но призвал подходить к ситуации объективно, так как в Северной Осетии есть и другие предприятия, работающие на серосодержащем сырье, такие как «Победит» и «Асфальтовый завод». Там же обсудили вопросы выполнения мирового соглашения между Роспотребнадзором и заводом «Электроцинк», касающиеся природоохранных мероприятий и оздоровления населения. Однако участники митинга не веют в эту программу. Днем, правда, увеличивается число таких людей, у которых такого рода проблемы. И я думаю, что пора остановиться. Вы требуете закрыть «Электроцинк», а как же те экологические мероприятия, которые они проводят? А я не верю. Пока ситуация со здоровьем нашего населения будет ухудшаться, значит никаких экологических мероприятий не проводится. Ведь показатель – это здоровье нашего народа. Конечно же, не только «Электроцинк». Да, «Электроцинк» вносит и машины, и другие производства, маленькие, большие. Это понимает каждый человек. Но то, что генетически уже из поколения в поколение «Электроцинк» отравил население Осетии – это аксиома. Это понимает, ну, если не все, то и многие. Что делать? Ни в какие их обещания мы не верим. У нас нет информации какой. Я чувствую, что он самоработает. Я не говорю, что на закрытой заготовой. Гадость вся выкидывается в город, а не в церковь. И мы не дышим здесь. Нет, ты не дышишь. Я не могу проветрить. А кто открывает, не могу проветрить квартиру. А вы в цеху не чувствуете этого. У ветеранов производство свое мнение о митингах. Они предложили посмотреть на ситуацию с другой стороны. На заводе трудятся около 3000 человек. Если его закроют, люди останутся без работы. Он тоже на пенсии, да? Вот, и он тоже на пенсии. Мне очень жалко стариков, которые будут жить там, вся молодежь, которые сейчас получили квартиры, получили машины, все взяли, подали кафеку, под кредит. Чем они будут расплачиваться? Разговор между бывшими сотрудниками металлургического предприятия и митингующими не привел к взаимопониманию. Они намерены дальше проводить протестные акции, пока их не услышат. Я вам объясню ситуацию.